привет в этом ролике поговорим о такой волнующей всех теме как богатство как человеку стать богатым и вообще надо ли быть богатым может быть лучше быть бедным вообще что 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 будем делать будем богатыми бедными как будем жить во первых богатым быть нормально нету никакой проблемы человеку богатеть и это не то что человеку стоит как бы воспринимать на уровне каких-то стереотипов что вот как иногда в некоторых обществах относится вот богатый человек он по умолчанию плохой это не так но нужно понимать во первых ответственность которая связана с богатством если мы говорим о каких-то больших средствах а во вторых что по сути мы будем называть богатством и к чему человеку нужно стремиться во первых есть такое высказывание что богатый это тот кто доволен своим уделом это очень важно понимать это не значит что окей я буду там довольствоваться все меньше и мы меньше мы меньше и от всего остального избавляться пока я не буду довольствоваться тем что буду станцию спать в палатке в лесу и питаться корешками и вот я буду супер богат человек должен стремиться к тому чтобы использовать этот мир на на благо на хорошие вещи когда человек уходит от все от всей реальности это не то ради чего всевышний его в этот мир послал тем не менее это не отменяет этого принципа что в действительности богат тот кто доволен тем что у него есть и несмотря на то что человек вправе стремиться более комфортной жизни чтобы им было легче делать все вещи человек может сказать окей мне достаточно там я могу сам постирать свою одежду мне достаточно там одного того всего всякого меня не буду покупать себе стиральную машину не буду там покупать себе плиту буду готовить еду во дворе на костре как в первобытное время буду как бы был был таким человеком который живет супер супер бедными как бы усилия мне достаточно да ты даже так человек может ощущать себя богатым не вопрос но сможет ли он выполнять свои свою миссию лучшим образом в таком формате наверное нет потому что в конце концов несмотря на то что сказано что человек создан для труда нет никакой цели у человека сделать свою жизнь превратить ее в ад человек должен стремиться к тому чтобы научиться жить более комфортно и более легко чтобы можно было посвятить максимум усилий тем вещам которые более ценные для реализации того ради чего человек в этот мир пришел что из этого следует идея того что богатый тот кто доволен своему делом она очень важна для того чтобы человек не не потерялся потому что если мерить богатство только какими-то численными категориями то нет предела нету границы на которой человек почувствует себя богатым что ему достаточно потому что какой бы цели человек не стремился в тот момент когда он ее достигнет она для него становится прошлым он теперь уже тот кто находится на этом уровне момент счастье от богатства для человека будет наступать только в один момент когда он достиг этого богатства а дальше он уже человек с этим богатством и ему хочется чего-то еще ему хочется дальше как говорится про это что человек у которого есть один ему хочется два человек у которого есть два ему хочется 4 наше желание будет все время увеличиваться в зависимости от того что у нас уже есть чем мы чем мы обладаем и нету этому предела в плане желания просто физического да поэтому человек должен понимать что его ощущение богатство будет строиться только на том где он сам для себя проведет планку что ему вообще нужно в этой жизни что для него достаточно чтобы максимально раскрывать свои как бы задачи то есть если человек видит потребность для себя в том что ему нужен частный самолет для того чтобы максимально раскрывать и реализовывать те задачи которые он перед собой ставит и в плане лучшего служения творцу значит ему нужен этот самолет если человеку не нужен этот самолет но понятно что каждый хочет частный самолет чтобы ему хватало денег что вот классно я смогу когда угодно куда угодно полететь даже если нет билетов на рейс если тебе это не нужно то по сути это просто стремление к тому чтобы владеть большим количеством инструментов но не для того чтобы ими пользоваться когда человек начинает использовать инструменты ради инструментов так же как сами деньги с одной стороны человек хочется чтобы у него было больше денег на счету но деньги это же не несамодостаточная вещь как бы если человек окажется в лесу с гигантским банковским счетом то этому ничем не поможет даже если у него будет собой чемодан денег для него это просто будет вещь которую можно разжечь костер а потому что больше никак это не потратишь каждая вещь она является инструментом для решения определенных задач поэтому человек у которого есть все необходимое для того чтобы хорошо решать свои задачи должен помнить о том что ну как бы эту идею нужно в себе как бы укоренить что основная идея должна быть в том чтобы сосредоточиться на реализации своей жизни потому что если человек будет ставить себе задачи только в достижении определенных благ и богатства то это будет все чему он посвятит свою жизнь когда человек умирает его квартира переходит по наследству во первых если она переходит по наследству чем душе человека поможет то какая у него была замечательная кухня с мраморной столешницей какая какой модели у него стояла стиральная машина на скольких оборотах она отжимала белье и как и там сколько литров был движок у его у его автомобиля ничем это просто были средства для того чтобы человек в этой жизни лучше себя раскрыл а какие-то вечные ценности которые человек мог с помощью этих вещей а может быть и без помощи этих вещей достичь это то что будет в на его скажем так счету перед богом сколько хороших дел ты сделал кому ты в жизни помог насколько ты исправил свои дурные качества насколько ты осветил этот мир светом хороших дел и раскрыл все присутствие бога для каждого человека что ты сделал хорошего в своей жизни это то что будет иметь значение поэтому когда человек ставит перед собой правильные цели для него все вещи которые являются инструментами они начинают занимать правильное место и человек перестает жить в ощущении бесконечной гонки в колесе для белочки там для мышки потому что если человек не ставит это так то у него допустим он купил себе стиралку а можно было купить лучше покупаешь себе машину но можно было бы купить лучше вот я сейчас купил такую машину на самом деле я хочу другую пока я буду хотеть другую появится еще лучше машина можно в конце концов просто начать тратить деньги на коллекционирование машин которые если это не инвестиции то это абсолютно бессмысленная история это человеку ничего не дает могу себе представить когда дает но обычно нет для большинства людей это ничего не добавит в плане реализации вещей с другой стороны когда ты знаешь для чего ты живешь ты обеспечил себя тем что нужно все кайф теперь наконец ты освободился от того что тебя что тебе мешало реализовывать свой замысел свою как бы жизнь и теперь ты можешь сосредоточиться на тем чтобы делать правильные вещи то есть да если у тебя что-то сломалось не надо говорить ну сломалось значит не надо нет ты должен это починить ты должен этим использоваться есть какие то есть тебе это необходимо а вот и чтобы не тратить на это время но после того что ты это сделал все поставь галочку что ты это сделал тебе этого достаточно и теперь сосредоточься на том что нужно и это касается не только заботы об материальных вещах а это касается также и отношение к работе если человек будет работать ради работы то он потеряет смысл своего существования конечно каждый человек может перевести себя в режим что мы будем работать по 15-16 часов в сутки там кто-то может быть больше кто-то может меньше но можно заставить себя работать очень-очень много но вопрос в чем ценность твоей работы я имею ввиду работа направленная на заработок денег если твоя цель в работе только заработать денег то ты не найдешь в этом никакого удовлетворения и будешь все время чувствовать что тебе все все мало и мало пока человек не расставит себе приоритеты для чего ему это нужно и что вообще он хочет от своей жизни работа будет для него вот этим замкнутым колесом он будет все время ощущать что ему мало это как человек который вот он очень много работает он обеспечивает семье максимум он дает там деньги детям деньги жене там не знаю деньги еще на что-то покупает там квартиру тут квартиру там ну допустим если у него все хорошо с работой получается и он все время всем недоволен потому что он говорит я же так работаю я же вот все 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 так хорошо сделал а где где счастье то где мое ощущение что мне классно а его не будет потому что ты не знаешь зачем ты это все делаешь ты пытаешься подменить количеством денег количеством заработанных вещей то ради чего они нужны на самом деле в чем смысл их существования поэтому человеку стоит понять в первую очередь сосредоточиться на том если он хочет жить хорошо и богато в первую очередь стоит сосредоточиться на том для чего он и для чего ему это нужно когда он это поймет его в первую очередь отношение к жизни изменится а от чего же зависит в целом сколько человек зарабатывает и сколько к нему приходят средств немножко по порядку чтобы получилось не слишком смешно во-первых у каждого из нас есть своя задача в этой жизни есть люди которые несут такое тяжелое бремя бремя бедности не в том же в плане что они как бы что им там что они живут беднее чем другие а настоящей бедности когда человеку не хватает на какие-то базовые нужды да может быть такой человек очень сильно уверовав во всевышнего посчитав что ему значит достаточно меньшего он будет себя ощущать счастливым даже в таком состоянии потому что ощущать себя счастливым можно даже очень будучи очень бедным человеком но тем не менее есть человек который на какой-то общей границе социальных норм беден у него там нет жилья у него нету вещей которые покрывают ему базовые нужды он не питается досыта это это то что в принципе мы оцениваем в нашем обществе как как состояние бедности может быть человек у которого нет холодильника раньше не считался бедняком а человек у которого холодильник есть считался богачом сейчас есть определенные нормы которыми мы просто меряем что вот это просто норма жизни сейчас наше общество сейчас меньше занято вопросами выживания а занято больше решением каких-то философских задач поэтому есть вещи которые являются нормой которые по-хорошему человека у любого должны быть если человеку на это не хватает он получается что он как бы беден в наших глазах в глазах общества он бедняк и у общества есть обязанность о нем позаботиться есть человек который вот находится в таком статусе и это тяжелое испытание которое всевышний дал этому человеку чтобы этот человек его прошел и удостоился какой-то другой награды своей совершенно особенной человек у которого много денег это не подарок ему чтобы он забыл обо всем остальном это тоже испытание оно легче чем испытание бедняка но это тоже испытание потому что как бедняк его испытание заключается в том что несмотря на то что у него мало всего в этой жизни он должен сохранять веру во всевышнего что всевышний да пошлет ему все-таки чтобы он не умер и каким-то образом существовал и при этом не забыл ради чего он живет все то же самое должен делать богач человек у которого больше чем у всех или достаточно он должен не забывать что все это не подарок просто так что он при всем том что у него все есть должен не забыть ради чего он живет и что то что ему дается больше чем другим обязывает его помогать этим людям то что ему дали бюджет десятерых людей среднего уровня говорит о том что он должен помочь этим людям что на нем лежит ответственность как он распорядиться своими деньгами потратит ли он все исключительно на себя или он сделает много хороших и добрых дел поэтому сколько бы человек не зарабатывал он в состоянии выполнять свою миссию и при всем при этом нам бы хотелось чтобы наше испытание было все-таки богатством лучше и так же как если сравнить бедность с мертвым а тора сравнивает бедность со смертью то богатство можно сравнить с жизнью человек у которого есть деньги ему проще и легче жить поэтому да нормально стремиться к тому чтобы было лучше а как же этого достичь как мне лично стать богатым эти вещи не так легко реализовать с одной стороны ну раз я не богатый значит наверное видимо мне нелегко реализовать эти вещи но я тем не менее о них скажу может быть кому-то это будет проще может быть кто-то ждал просто чтобы мы указали что делать во первых то что я уже сказал что человеку важно расставить приоритеты для чего ему все это нужно потому что так же как с ребенком который начинает взрослеть и мы начинаем давать ему деньги если этот ребенок будет тратить деньги на какие-то классные вещи ну просто будем говорить на бытовом уровне если мы видим что ребенок грамотно распоряжается деньгами делает с помощью этого хорошие вещи не знаю там покупает вещи домой ребенок который купил что-то полезное домой и использует деньги например на заботу об своей семье хотя это его карманные деньги дает родителям ощущение того что этому ребенку можно давать намного больше денег уже не в рамках карманных расходов а в плане того чтобы он просто тратил эти деньги на то чтобы не знаю купить еду домой и все остальное потому что человек использующий эти вещи ответственно он достоин тому чтобы ему больше доверять Всевышний тоже поступает с нами так что если мы правильно используем те средства которые мы получаем это повод нам добавить средств на то чтобы мы их больше использовали если же так же как в примере с ребенком человек будет использовать если ребенок начнет использовать деньги там не знаю на сигареты и алкоголь то наверное родители перестанут давать ему деньги чтобы ребенок совсем не деградировал если родители занимаются его воспитанием то же самое и в нашем случае тоже как бы бюджет человека если он использует его неправильно может быть сверху урезан заработок человека это некое следствие взаимоотношений между человеком и творцом то есть насколько ты веришь то что творец тебе поможет насколько ты делаешь Всевышнего компаньоном в своих делах настолько Всевышний в этом и участвует и мы понимаем что с одной стороны недостаточно человеку только молиться что там человек не может сказать окей все зависит от Бога я буду сидеть дома буду молиться целыми днями Всевышнему чтобы мне там птичка принесла корм а деньги тоже из воздуха нарисовались мы живем в материальном мире в котором есть определенные правила по которым этот мир существует и за исключением каких-то очень редких ситуаций Всевышний не делает очевидные чудеса ломая устои этого мира поэтому для того чтобы человеку зарабатывать деньги им нужно работать как сказано что для труда человек рожден но насколько успешен будет этот труд насколько востребованы будут усилия человека это зависит не только от того сколько человеку это вложил физического труда но и от того насколько Всевышний будет участвовать в поддержке человека можно заработать очень много денег но их все потерять можно зарабатывать мало но все будет так нормально работать что человеку как бы будет хватать на то что ему необходимо когда я говорю необходимо это не значит что все бюджет в ноль в ноль в ноль сошел но нормально человек себя чувствует комфортно купил все что хотел в магазине и достаточно не урезанный бюджет все что необходимо а нормальный когда человеку просто все что ему нужно он себе может позволить ему комфортно с этим когда человек запускает Всевышнего в свои дела то от степени доверия человека Богу зависит то насколько дела человека идут хорошо да есть как бы стандартный путь для человека чтобы работать ну как мы все знаем ты должен с точки зрения материального мира делать что-то что в материальном мире ценится это простые как бы вещи тут как бы экономика работает как она работает каждое время чуть-чуть по-разному да разные приоритеты и прочее но конечная успешность проектов не может быть учтена просто учетом всех факторов потому что все факторы мы учесть не в состоянии мы не знаем от чего вдруг что-то изменится вот прекрасная история которая произошла буквально несколько лет назад когда вдруг в мире появляется такой колоссальный спрос на спиннеры да люди начинают там все дети начинают хотеть спиннер там в каждом магазине каждый родитель с ребенком каждый ребенок ходит и клянчит новый спиннер спиннер в форме того сего золотой там не знаю и так далее ну родители многие через это проходили не нужно рассказывать об этом многие уже забыли просто о том что во что какое-то безумие это превращалось и люди которые занимаются бизнесом они кто-то там заказал таких спиннеров кто-то там вагон других спиннеров и кому-то повезло что вот он вовремя заказал вагон спиннеров и продал его там за невероятные деньги и заработал на этом колоссальные средства а кто-то заказал вагон спиннеров а в это время спрос на них резко упал дети об этом забыли появилось что-то другое и человек остался с вагоном спиннеров которые продать можно только дешевле вообще их себестоимости даже что откуда это когда мы говорим что это просто тут удача тут неудача это так не работает на самом деле есть человек который верит во Всевышнего и Всевышнему помогает в делах и есть человек когда Всевышний не помогает человеку в делах и он остается в таких ситуациях более того если человек ведет дела со Всевышним то у тебя может быть ситуация которая для тебя закончилась плохо но в конечном итоге она где-то закончится для тебя хорошо лучше чем ты был достоин лучше чем могло бы для тебя произойти когда у человека там происходит какая-то ситуация что у него там закрылся ну там чуть-чуть там бизнес пошел похуже он был расстроен и закрыл его да а потом вдруг это место там не знаю случился пожар еще что-то случилось получается что само это действие было плохим плохим бизнес пошел хуже но в конечном итоге человек там не знаю продав его или закрыв сохранил больше денег чем те люди у которых все шло хорошо они там в результате там чего-то погорели может быть там все это место было обречено из-за того что там нечестно торговали контрафактом но по сути мы видим что для одного человека может ситуация развиваться в хорошую сторону и имея при этом миллион разных обличий это может быть выглядеть хорошим может выглядеть плохим иногда человека то что его уволили с работы это может быть для него стартом более новой более крутой карьеры и здесь важно чтобы мы понимали для чего нам вообще нужна работа для чего нам нужны деньги и чтобы мы продолжали верить во всевышнего что в конечном итоге все что с нами происходит оно идет нам на благо и чем больше мы доверяем богу тем больше бог участвует в нашей жизни и третья составляющая чтобы человеку начать как бы менять свою жизнь это как ни странно это молитва у молитвы есть удивительное свойство в отличие от всех остальных вещей если человек просто живет так таким какой каким его создал творец и просто там делает правильные вещи там чтобы устроиться на хорошую работу человек там пошел потратил время получил хорошее образование научился это качественно делать начал выдавать продукт который всем нужен создал там хорошую компанию если человек так все делает в принципе он вправе рассчитывать на то что у него будет некая некий результат от этого потому что в мире так все работает и в конечном итоге не каждый человек такой грешник который получает уже в этом мире наказание за все грехи у каждого человека есть и хорошие поступки и плохие поэтому с переменным успехом все будет каким-то образом развиваться но если человек хочет каким-то образом выйти за рамки того что он получает как ну по сути своей миссии в этом мире то есть то что нужно для этого делать во первых человек должен выйти за свои физические рамки того чего от него можно ожидать а одним из инструментов для того чтобы это сделать это молитва почему потому что если мы верим что есть у этого мира хозяин который обо всем заботится и все создал и всем этим управляет то по-хорошему только он тот кто способен изменить всю эту ситуацию чтобы проигрышное дело закончилось в конечном итоге выигрышем или что-то что не могло быть реализовано реализовалось только хозяин мира по-настоящему способен повлиять на это не только наши усилия да но приведут ли наши усилия к хорошему результату зависит от творца так же как с лечением от болезни врач лечит пациента делает все что необходимо вылечиться пациент или нет в конечном итоге зависит от бога да если этому человеку суждено не дай бог умереть то к сожалению мы видим что никакие усилия врачей могут не помочь а если этому человеку суждено жить есть куча историй когда человек там не знаю ничего от него не осталось он выжил и все у него более-менее хорошо насколько это возможно молитва это обращение к хозяину этого мира способно изменить реальность через то что мы обращаясь с просьбой к творцу можем привести к тому что творец начнет на нас смотреть как-то по-новому и это создаст новое желание творца дать нам что-то чего мы может быть не заслуживали без ну как бы до этого то есть творец нам дает то чего мы заслужили но если мы начинаем обращаться к богу с просьбами начинаем через молитву показывать что мы намного большей степени признаем власть всевышнего над над собой над этим миром то это может создать новое желание творца дать нам больше чем мы были достойны сами по себе в общем надо каждый должен искать свой собственный путь если вы ждали какого-то рецепта что вот делай пункт а б и ц чтобы стать богатыми такой рецепт для каждого человека свой если бы каждый человек знал что ему конкретно надо делать наверное каждый бы человек это и делал к сожалению это связано с тем что это работа это работа человека и никто ее за нас не сделает настолько насколько ты захочешь подняться тебе помогут подняться и нету такого рецепта а вот делай так то и так то получишь столько то есть миллионы нюансов которые невозможно прописать было бы ни в каких ни в каких инструкциях но руководствуясь тем для чего тебе нужны деньги для чего ты хочешь все это заработать и к чему ты стремишься руководствуясь тем что нужно быть достойным и пустить всевышнего в свои дела верить тому что все в конечном итоге во благо и не забывать просить бога и обращаться к нему с молитвой с благодарности за то что ты получаешь из просьбы чтобы было лучше можно быть уверенным это к этой уверенности тоже надо стремиться но можно быть уверенным что дела человека пойдут лучше и он получит то чего он чего бы он хотел чтобы ощущать себя богатым быть на самом деле богатым и реализовать по максимуму лучшим образом все то хорошее что есть у него в душе весь тот потенциал которым он способен осветить этот мир не путем страданий а путем достатка здоровья и благосостояния издевать это не принято не не